...станции 6 тысяч метров в одиночке на прибрежной гребле. На чемпионате в Коломитском заливе побывал и наш корреспондент Сабриеха Лиляева. Ранее соревнования по гребному спорту были организованы в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. В этом году порядка 100 участников из 10 регионов России собрались на Черноморском побережье, чтобы побороться за титулы в самой экстремальной дисциплине гребного спорта. Этот чемпионат состоялся в первую очередь благодаря Тамаре Стахульской. Своим упорством она в течение полутора лет добилась проведения чемпионата такого высокого уровня на территории Крыма. Именно тогда, когда Крым вошел в состав Российской Федерации. Поэтому мое убеждение, что в Крыму гребля должна занимать вообще лучшее место, чем в любой другой точке России, это стопроцентное. Потому что здесь кругом вода, как же здесь не заниматься греблей? Понимаете? Любым видом, и яхтами, и байдарами, в общем, любым видом. Я думаю, к концу того, что я уже буду сдавать дела, мы уже хотя бы базу будем иметь и лодки. Это уже будет. И вот видите, чемпионат России провели. И надеюсь, за 4 года на чемпионат мира я постараюсь, чтобы вывезти отсюда с Крыма. И как бы Европа ни хотела, они будут вынуждены признать, что будет чемпион России. И с Крыма. В свою очередь, заместитель министра спорта Республики Крым Виталий Романов отметил, что благодаря таким мероприятиям можно видеть олицетворение слов, написанных на гербе Крыма. Процветание в единстве. У крымской команды есть большой потенциал попасть в сборную Россию. Уверен, что в ближайшем будущем Республика получит квоты и в составе сборных команд России. Это очень важно, поскольку сегодня это не только голословные слова. Наверное, прежде всего, обращение внимания, в том числе и главы муниципальных образований, на материально-техническое состояние своих баз. На все инвестиционные возможности для привлечения потенциальных инвесторов, которые представляют спортивные федерации России, с точки зрения организации строительства и реконструкции спортивных объектов, превращение их в серьезные базы для подготовки членов сборной команд России и субъектов Российской Федерации Республики Крым. В свою очередь, Эскендер Белялов поздравил всех присутствующих с этим знаменательным днем и подарил подарок участникам мероприятия. Я думаю, Крым еще один раз показал, что Крым это такой межнациональный регион. Вы сами видели, со скольких регионов России приехали сюда участники соревнований. А я как член Совета Препрезидента Российской Федерации по межнациональному отношению, президент общественной организации Инкишал, мы от себя сделали такой подарок, вот сделали на 100 человек плов. Это подарок от нашей организации участникам этих соревнований. Своих коллег по гребле приехала поддержать Закчанга Юлия Жильцова, которая уже достигла больших побед в академической гребле. Я занимаюсь академической греблей 4 года и получилось так, что в этом году я заняла в Великом Новгороде первое место и стала чемпионкой всероссийских соревнований. Участников соревнований также приехали поддержать гости из Казани. Мы приехали из Казани, поддерживаем Крымчан и сильную команду, потому что в любом виде спорта первое место одно. Я всем желаю легкой воды, да и легкой воды, и попутываю ветром. Болеем за Крымчан. Мы очень рады, что на Крымской земле эти соревнования проходят. Сейчас мы находимся в Каламинском заливе Силонова-Федоровка. Здесь впервые проходит всероссийский чемпионат по прибрежной гребле. За нашей спиной сейчас финальные заезды пяти лодок по одиночному заплыву. В этой напряженной борьбе среди одиночек впервые 21-летний сакчанин, член сборной Республики Крым по академической гребле Айдер Аксиметов стал первым крымско-татарским спортсменом в России, который принес бронзу Крыму в этой нелегкой борьбе на дистанции 6000 метров. Айдер считает, что достичь такого результата ему помогли упорные многочисленные тренировки на протяжении шести лет. Сегодня Санил соревновался с ребятами из Петербурга, Липецка, Москвы. Соперники, скажем так, уже более натренированы в этой дисциплине, поэтому было соревноваться интересно, но в целом показал неплохой результат. Золотой медаль среди мужских одиночек увезет домой в Санкт-Петербург Ростислав Фролов. По его словам, борьба была напряженная. Несмотря на все сложности, он все-таки одержал победу. Самое сложное, наверное, все-таки было бороться с волной. Я больше по академической гребне, прибрежка для меня непривычная. И все-таки болтанка на волне немножко выбивала меня из колеи. Было тяжело в этом отношении. А начал выигрывать я где-то к 2000 метрам. После разворота я уже 100% выигрывал. 25-летний Вячеслав Михайлевский из Краснодара стал чемпионом в классе парная двойка. По его словам, гонка прошла на одном дыхании. Обычно мы выступаем на озерах, а здесь первые соревнования, именно прибрежные гребны, а по честному морю. И очень захватывающе, увлекательно, интересно. Все понравилось. Женская команда принесла Крыму заслуженное третье место. По словам директора по региональному развитию Федерации гребного спорта России Сергея Славузина, Крым является отличной базой для проведения гребных видов спорта. Планируем, что если все удачно закончится в этот раз, на следующий год, конечно, проведем здесь тоже мероприятие. Но когда проходит третий раз, это становится уже традицией, система. Соответственно, будем к этому стремиться. Может быть, будем переходить немножко по дистанции. Старт будет неизвестен, там будет чуть дальше, там еще прибежит. Но все это в наших силах. Будем развивать. Свои слова уже были подтверждены на деле. Спортсменам была подарена лодка. По словам организаторов, благодаря такому порту в королевском виде спорта гребли, крымчане займут достойное место среди чемпионов мира. Сабрия Халиляева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».